Всем привет, моя зелёная банда, с вами Flutter Green, я немного подлагиваю, у меня там видосик на монтаже, да, видосик с монтажом, так что ждите, скоро будет. А сегодня мы смотрим по не страшилку Другая Мама, для меня. 38 тысяч просмотров, а я её даже не видел, капец. Давайте-ка начнём. С утра в 8.00 я проснулся, умылся, позавтракал и как всегда сел за книгу, которую мой папа заставляет меня читать. Может это кому-то весело, но для меня это кромешный ад. Ну так вот, читал я до 4.00. И я вышел во двор прогуляться со своей девушкой. Настя, так звали мою девушку, была, как бы помягче сказать, глупенькой немного. Какое жёсткое совпадение по поводу Насти, но моя Настя не глупая. Ни о чём не говорила, хотя мне было приятно рассказывать ей всякие случаи из своей жизни. Что-то я далеко зашёл, ну так вот, пришёл домой где-то в 6.30 и сел за компьютер. Мои родители ушли в ресторан со знакомыми, и я остался один. В квартире было тихо, тишина меня очень пугала, и поэтому я включил телевизор. По телеку шли Симпсоны, мой любимый мультик. Я отстал от компьютера и перешёл к телеку, но тут я услышал отчётливый стук двери. Мама пришла, но одна, без папы. Я спросил, где папа, а она мне ответила. Отец с дядей Славой уехал за город по делам, а ты почему не спишь? Ну-ка в постель. Я готовился ко сну, но думал о папе, ведь до этого у него не было дел, тем более за городом. Мне стало не по себе, и вдруг на мой телефон пришла СМС от мамы. Сынок, мы немного задержимся в гостях, приедем скоро. Мы задержимся у гостей, скоро приедем, ёпта. Меня это очень шокировало. Но та, кто притворилась моей мамой, пришла ко мне и накричала на меня, что я не убрался в их комнате. Но моя мать была самим идеалом, она никогда не кричала на меня. Я лёг в постель и притворился, что сплю, а сам думал, как поступить. Да, первым делом я схватил нож и сложил подушки в постели так, что они были похожи на меня. Сам же спрятался за тумбочкой. Мне, слушайте, кажется, что мы смотрели эту пони-страшилку. Не точно эту, а именно с этим же голосом. Ну, с этим же... Короче, эту же самую страшилку, но с другой пони-страшилкой, вот. Ночью, где-то в час, оно пришло в мою комнату. И то, что я увидел, повергло меня в ужас. Оно открыло свой шипастый рот и начало выдирать куски простыни, подушки. Когда оно это заметило, оно позвало меня. Я не отзывался. Оно позвало меня ещё раз, но и в этот раз я не смел отозваться. Но тогда оно заорало на всю Ивановскую и начало бегать по квартире. Тогда я молился. Оно немного успокоилось и начало спокойно ходить. Я был весь бледный. Я не смел двигаться. Но когда оно заглянуло в шкаф, повернувшись в мою сторону спиной, я выбежал и начал колотить это ножом в голову и в спину. Оно не стало спокойнее. Но только оно повернулось ко мне. Я от увиденного упал в обморок. Проснулся в три часа. В доме пахло гнилью и трупами. Родители приехали в 3.45. Они сказали, что произошло происшествие. Их знакомый умер. Хороший был человек. И я подумал, что это существо. И смерть знакомого связаны между собой. Даже не знаю. Но рассказывать эту историю родителям я не собираюсь. Окей. Что бы было со мной, если смс на телефон не пришло. Я не могу даже представить. Ну, по крайней мере, он жив, здоров и всё нормально. Только я всё-таки не понял, что связывает вообще с историей про девушку. Типа, при чём тут она, если история пошла вообще в другое русло. Что же, на этом, пожалуй, всё. Всем спасибо за просмотр. С вами был Флаттергрин. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok